Технические регламенты, связанные с безопасной торговлей молоком и зерном, на территории Евразийского экономического союза обсудили на совещании в Петропавловске. Его провел заместитель руководителя координационного центра при республиканском государственном предприятии «Кастандарт» Александр Разоренов. У нас есть вопросы по исполнению норм молочной продукции. Мы уже предварительно встретились с производителями вашего региона. Нам были озвучены проблемы, в частности, с реализацией требований для сырого молока по микробиологии. Кроме того, и у переработчиков есть вопросы по исполнению маркировки, по нанесению, по идентификации продукции, то есть, как продукт назвать, как его производить. Но, на самом деле, чем больше правовой практики, тем больше вопросов возникает у производителей. Часть производителей давно существует на местном рынке. Некоторые в силу небольшого опыта пока только учатся на нем работать. Руководитель ТОО «Большемалышинская» Ергали Габдулин считает, что в производстве качественного молока ему есть чему учиться. До 2015 года в его товариществе занимались исключительно выращиванием зерновых культур. Мы завезли скот черно-пестрые породы с Российской Федерации в молочном направлении. Мы завезли 100 голов. На сегодня у нас их где-то 350. В нас очень поголовье 120 голов. Но мы расширяемся. План у нас довезти до 300 голов. Я думаю, что мы не берем тот потенциал, который наши коровы могут дать, в смысле молока. Немножко у нас отстает кормовая база. Над этим мы работаем. Подобные совещания пройдут во всех регионах страны. Дарья Пашминцева, Ширня Сыманов, МТРК